Get Fun на связи! В этом видео мы вместе откроем новые контейнеры Warhammer 40,000, которые были введены в игру совсем недавно. Попробуем обсудить, стоит ли их брать, ну и оценить то, что в них падает. А начнем мы с причины, почему на эту новинку я решил вообще обратить внимание. Дело в том, что среди кораблей, которые могут выпасть из ящиков, есть Cross Dorn. Это, друзья, копия Майнца в особом камуфляже Warhammer. Крейсер достаточно неплох и по сервенной статистике чувствует себя вполне себе годным среднячком. И видео по нему, если вам было бы это интересно, я бы с радостью повторил во вселенной Warhammer. А Шип Самара это копия Фен Янга, который хоть по сервенной статистике чувствует себя не очень. Тем не менее, данный корабль я себе не покупал, потому что понимал, что о Кизуке меня радовать будет больше. И обзора по этому кораблю у меня нет, но если вдруг он мне выпадет, то я был бы рад по нему сделать для вас обзор, чтобы рассказать, что это за зверь такой. Но среди этих подарков есть еще и копия Амаги, сделанных во стилистике Вархаммера. Но тем не менее, исходя из того, что лично я, и я думаю не я один, ценю в Варшипсе именно геймплеи, то платить дублоны за копии прокачиваемых кораблей, ну это такая себе история. Ну и теперь давайте купим 25 ящиков для того, чтобы оценить, насколько, в общем-то, рационально покупка этого контента. Так как шанса 9% для получения корабля кажется мне сейчас весьма высоким. Кстати, в комментариях можете написать, что выпало вам и купились ли вы на эту новую акцию взаимодействия с Вархаммер 40 тысяч. Итак, поехали. Первый, и тут нас ждет что? Конечно же, нас ждут камуфляжи, которые, скорее всего, в основном и будут падать из таких ящиков. Исходя из опыта, я могу сказать, что вот бонусы, которые дали этим камуфляжам, ничем сильно не выделяются. Тут базовые стандартные бонусы боевые и немного опыта командира и вообще на корабль. Ну такие, знаете, камуфляжи, которые, может быть, немного, но облегчат вашу жизнь в прокачке новой ветки. Новая ветка, кстати, скоро выйдет в релиз. Это будут немецкие ПМК линейные крейсера. Видео, по которым я уже начал потихонечку готовить на канале и ознакомиться с которыми вы можете по ссылочке в подсказке. Ну или просто зайдя на мой канал и посмотрев их в ручном порядке, выбрав их. Помимо этого, я смотрю, есть... Хотя нет, защитник веры мне что-то подсказывает. Это тоже камуфляжи во вселенной Вархаммер сделаны. Если я не забуду, постараюсь эти камуфляжи показать, как выглядят уже в порту на конкретном корабле, чтобы можно было просто прицениться, что да как да почему и зачем. Но пока, как видите, из этих ящиков ничего годного, но лично мне, не падает. То есть я жду из этих ящиков корабли огромное количество камуфляжей, которые сейчас не падают. Они мне практически бесполезны, потому что на данный момент у меня в порту есть огромный запас в этом направлении. Маленечко полезного опыта, но тоже не бог весь что. То есть ради этого ящики за дубло надо покупать. Ну такая себе история. Забавно, но мы уже прошли, по-моему, половину всех купленных мной ящиков и ни единого корабля не выпало. Что говорит о том, что либо мне капец как не везет, либо в данных ящиках подкрутки на корабле очень небольшие. Весьме, в конце концов, хотелось бы затраты таких, такого большого количества дублонов, хотя бы получить корабль в порт, в котором я мог бы сделать для вас новый контент, новый обзор. Но что-то как-то все еще не прет. Да, исходя вот из таких результатов, могу сказать, что отношение у меня вот к такому роду контента, который очень даже похож на лотерею, у меня не очень высокое. То есть рекомендовать покупку контейнеров я никогда не хочу, то есть, друзья, и вот это вот видео в том числе делается для того, чтобы уберечь вас от покупки. Мол, кто-нибудь захочет купить себе там 2-3 ящика, скажет, ну я же за 3 ящика возьму себе прям корабль 8 уровня получу. Ну, и как видите, что такие ситуации, они, если и случаются, то далеко не со всеми, а иногда и даже большое количество ящиков, купленных за цену премиум корабля, совсем не гарантируют того, что вам выпадет премиум корабль. Вот такие вот дела. Хотя я еще не теряю надежду, в конце концов, может быть, что-нибудь полезное выпадет, но пока я вижу, что только лишь камуфляжи в большом количестве по 21 в каждом контейнере, плюс редко, но все-таки выпадает свободный опыт командира. Хотя это уже третий ящик с опытом командира, так что получается не так уж и редко. Ну все, в общем-то, все ящики Вархаммера были открыты на ваших глазах. К сожалению, чудо не произошло, а значит, обзора на Финьянга, видимо, в будущем все еще на моем канале не появится. Ну а на этом я закругляюсь, надеюсь, данное видео было вам полезно, хотя бы с точки зрения осведомления того, что может выпасть в премиум ящиках. А, кстати, стоп. Заходим в камуфляж и вот, поехали. В общем-то, первородный уничтожитель. Падал мне такой. Защитник Веры. Такой тоже падал. Еще вот вам вечный крестоносец. Не сказать, что я в восторге, но кому-то, может быть, понравится. Ну и это, видимо, красная ярость. Камуфляж под орчий стиль. Ну, в общем-то, вот и все. Ну и на этом, друзья, на этой ноте закругляемся. Надеюсь, видео было вам полезно. Жмите лайки, если так, жмите дизлайки, если вам не нравится формат. Открываем премиумные ящики. Ну и пишите в комментариях ваше отношение к этому направлению и напишите, а вам-то повезло или у вас такой же шлак выпал, как и мне. Ну а на этом закругляемся. Желаю вам успехов, хороших выходных. До связи. Пока-пока. Пока.